Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать, что это такое, в описании есть ссылка на видео. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня, в рамках более подробного знакомства с аспектами природно-ориентированной психологии и психотерапии, мы поговорим о позитивном слиянии с природой. Этот разговор является логическим продолжением того разговора, который мы начали в видео о противопоставлении человека и природы, а также является ответом на вопрос, как противостоять такому противопоставлению. В природно-ориентированной психологии и психотерапии слияние с природой как форма адаптации и взаимодействия является одним из важнейших факторов, обуславливающих эффективность всей системы, ее простоту и доступность, в том числе простоту и доступность для полноценного самостоятельного использования. При реализации принципа позитивного слияния с природой, идея единства и неразрывной связи человека с природой становится опорой, вектором развития и точкой отсчета, как на уровне мышления и восприятия, так и на уровне ежедневных действий. Природно-ориентированная психология и психотерапия создает и предлагает контексты и инструменты для осуществления позитивного слияния с природой на основе своих техник, практик и процедур. А теперь давайте разбираемся с этим подробнее. Связь с природой является базовым уровнем организации жизни. Восстановление и развитие этой связи одна из главных задач каждого человека, если иметь в виду аспект здоровья, эффективность и благополучие. Применительно к процессу психотерапии и психологической помощи это означает, что при помощи позитивного слияния с природой происходит исследование, коррекция и профилактика проблематик психологического спектра. Уровни развития позитивного слияния с природой я выделю два. Первый – это информационный уровень, то есть расширение человеком знаний о природе и ее ключевых процессах, куда могут входить, например, базовые знания анатомии физиологии человека, физики, географии и прочих дисциплин, изучающих природу, человека и общество. Расширение информированности необходимо для того, чтобы, во-первых, сформировать осознание единства и неразрывной связи человека с природой, а во-вторых, понимание, что человек вовсе не является каким-то центром организации жизни, что он зависит от сохранения и взаимодействия с природой и другими видами животных. Человек един с природой, но при этом является ее локальной частью. Природа же для человека является глобальным и исходным уровнем организации. Второй уровень развития позитивного слияния с природой – это уровень непосредственных действий, куда входят применение техник, практик и процедур природно-ориентированной психологии и психотерапии для исследования, коррекции, профилактики, проблематик психологического спектра, а также взаимодействия с природой на бытовом уровне через включение в свою повседневную жизнь системного взаимодействия с ней в виде, например, занятий садоводством, физической культурой на открытом воздухе или же прогулок. Поговорим теперь подробнее и о механизме позитивного слияния с природой. Когда человек попадает в природное пространство, вступая с ним во взаимодействие, постепенно переключаются внутренние ритмы, переходя в свое естественное состояние, вот которое, собственно, и можно назвать позитивное слияние с природой. В таком состоянии у людей начинают спадать маски, если можно так выразиться. Организм входит в фазу расслабления, потому что природное пространство в корне отличается от городского, и при смене контекста психика приспосабливается и адаптирует организм к другому окружению. Городское пространство характеризуется жесткими границами, угловатыми и четкими формами, резкой и в целом такой темно-серой цветовой гаммой, причем в любое время года. Живя так постоянно, человек привыкает все делать, исходя из этих условий. Под них подстраивается вся психическая реальность, прежде всего восприятие, мышление и ощущение, в результате чего развивается нечто похожее на условные рефлексы, когда человек действует строго по алгоритмам. У большинства людей, живущих в крупных городах особенно, в принципе нет опыта вне городского пребывания, либо его совсем мало. А попадая в природное пространство, постепенно исчезают представления о границах, потому что в природе их попросту нет. Там одно перетекает в другое, там живые и естественные цвета, причем разные в зависимости от времени года, спонтанные причудливые формы. Созерцание этого автоматически переключает психические процессы в иные режимы. Это происходит произвольно и бессознательно, пусть и не сразу, не моментально, но с практикой повторений. Что это дает в плане психотерапии и психологической помощи? Снижение негативного контроля, целесное расслабление и освобождение, переключение способов и механизмов мышления и восприятия с угловатого, такого линейно-причинно-следственного, более спонтанному, свободному и творческому состоянию человека. Это и есть как контекст, так и ресурс психологической работы. Опыт позитивного слияния с природой является глубоко психотерапевтичным сам по себе, даже без применения каких-либо процедур и техник или без разговора с человеком. Сам факт такого слияния дает человеку возможность замедлиться, переключить внимание, подышать воздухом, более насыщенным кислородом, чем в городе. Происходит расслабление нервной системы, зрение может перефокусироваться, расширить горизонт видимого, увидеть цветовую насыщенность и необычные природные формы. Другие органы чувств тоже получают новый опыт. Можно ощутить ветер на коже, запахи растений, воды в реке, дождя или огня, если они есть. Именно совокупность всего этого является основой природно-ориентированной психологии и психотерапии, через которую формируется терапевтический эффект. Потом уже подключаются техники, практики, процедуры, формы обратной связи, но изначально помогающим является именно освоение позитивного слияния с природой, как формы переключения в иной режим, чтобы пробивать защитные механизмы противопоставления человека и природы. Подводя итог, напомню, что сегодня мы познакомились с понятием позитивного слияния с природой, рассмотрели его суть и цель, поговорили о том, как его можно развивать и поддерживать, как в общем виде выглядит механизм этого самого позитивного слияния с природой. На этом я рассказ завершу. Напомню, что под видео есть несколько полезных ссылок обо мне. Обязательно переходите и посмотрите. А я желаю вам всего наилучшего и говорю, до встречи!